всем привет недавно побывал с семьей в аквапарке лето-лето город тюмень и был приятно удивлен все понравилось и сам аквапарк и оформление и дизайн и гостиница при этом аквапарке в котором я жил и при выезде обратил внимание на брошюру жилого комплекса вивальди дело в том что это тот же самый застройщик что и работал над аквапарком взял посмотреть изучить ведь я делаю разборы так сказать жилых комплексов не смог удержаться короче говоря я подумал раз аквапарк такой крутой значит и вивальди тоже должен быть на высоте и вот об этом сейчас и поговорим поехали итак клубный дом вивальди недвижимость для жизни в самом центре тюмени по словам татьяны менеджера отдела продаж одно из достоинств это свободные планировки свободные планировки предполагают отсутствие межкомнатных стен для воплощения уже ваших идей тут сразу возник вопрос что значит свободное тем более что помимо сказанного на сайте написано еще и о том что свободное является только то область территории которая не касается кухни и ванной вопрос в чем заключается дело в том что это апартаменты апартаменты это не желая недвижимость а вне жилой недвижимости я делаю планировки так как хочу вот поэтому возник и вопрос а это действительно жилая или не желая недвижимость потому что апартаменты по статусу не желая полез в декларацию прочитал действительно апартаменты а раз так то о чем же говорит татьяна почему я не могу переносить кухню и ванную в апартаментах это вопрос еще раз зафиксирую эту мысль апартаменты это не желая недвижимость и на нее не распространяются ограничения которые накладываются на жилую недвижимость а это значит я могу делать так как захочу если это не касается несущих ограждающих конструкций понимаете смысл да то есть кухню ванну могу двигать а здесь оговорочка что вроде как нельзя сейчас мы с вами находимся в студии свободной планировки где уже есть место под гардероб также выделенный санузел и определена кухонная зона а вот на оставшейся части вы сможете самостоятельно распределить площади и обустроить все в соответствии со своими желаниями и под свои интересы идем дальше следующий вопрос апартаменты это плюс или минус ну из единственных плюсов я вижу только один это свободная планировка про планировки кстати мы еще поговорим теперь про минусы первое вы не можете прописаться и зарегистрироваться в этой нежилой недвижимости второе коммунальные платежи больше чем в обыкновенной квартире ведь это не желая недвижимость следующая с вами может заселиться какой-то шумный сосед и гудеть всю ночь напролет и вы не сможете ничего сделать потому что в законе никак не ограничивают этого человека понимаете то есть вы не можете кому-то пожаловаться чтобы приехал наряд милиции и попросил его шуметь потише не можете он может шуметь столько сколько захочет это апартаменты следующий минус рядом с вашим жилым помещением где вы планировали жить расти детей гулять собачкой может поселиться например кто угодно или сдавать эту квартиру кому угодно для мальчишников для девичников ну и вы понимаете да то есть сегодня одни завтра другие это какой-то круговорот людей которые там занимаются не бог весь чем а также с другой стороны у вас может оказаться просто какой-то офис и туда будут целый день ходить какие-то люди что-то покупать что-то продавать о чем-то договариваться просто работать и вот это все рядом с вашим жилым помещением вот это все огромные минусы на мой взгляд опять же только на мой субъективный которые перевешивают тот самый единственный минус свободной планировки теперь про планировки я открыл этот самый буклет и первым делом посмотрел на поэтажный план и собственно говоря что насторожило в первую очередь а насторожило название вивальди клубный дом клубный дом и поэтажный план на поэтажном плане мы видим что дом состоит из двух половинок в каждой половинке на этаже 10 квартир 10 квартир справа 10 слева то есть на этаже 20 20 квартир вот вы меня простите пожалуйста но как это соотносится с клубный дом 20 квартир на этаже это вообще не клубный дом то есть клубный дом это подразумевает такую некую закрытость это даже выше чем элитный дом но то есть вот есть элитный а есть клубный это также как элитный только там еще как-то специально подбирают жители они могут быть как-то по интересам пересекаться или по статусу по уровню по достатку а здесь 20 квартир и это половина студии и однокомнатные квартиры в чем клубный стоят что-то не очень понял это же не клубный дом это какой-то человейник получается но подъезд представьте лестничная площадка и 10 квартир а еще на мою мысль о том что этот человейник в общем-то наталкивает интерьер этого самого клубного дома я залез на сайт посмотрел у них есть замечательный 3d тур кстати тут респект сразу же можно посмотреть оценить что ты покупаешь и хочешь ли ты это купить можно прогуляться по некоторым квартирам это все 3d тур здесь зачет но ребята мне кажется лучше бы вы этого вообще не делали потому что когда заходишь в этот дом в 3d туре и вас встречает вот это вот мрачная стойка ну я не знаю видимо это какой-то вы там стиль лофт что ли хотели сделать или гранш и я не очень понял кирпич стекло металл ну что-то явно пошло не так потому что когда начинаешь все это осматривать и поднимаешь голову вверх то вот весь вот этот вот атриум то есть я насколько понимаю фишка этого проекта вот вот фишка то есть это вот такой световой фонарь вот этот вот вот этот вот атриум который вот стремится туда к небесам то есть вот это все пространство она оформлена так что у меня одна единственная ассоциация вот вы наверное смотрели голливудские фильмы где там показывают тюрьму значит с этими этажами по которым и галереям по которым ходят вот эти вот тюремщики и заключенные за решеткой отбой блин вот точно такое же впечатление но вот сами смотрите пишите в комментариях может быть я конечно ошибаюсь но что вы думаете сами-то по этому поводу в общем какое-то такое мрачновато ощущение но я отвлекся от планировок первое на что я обратил внимание здесь очень много квартир на одном этаже но это уже не соответствует клубному дому второе сами по себе квартиры на первый взгляд вот даже не погружаясь туда внутрь мне кажется ну как как то вот совсем не суразно ну например вот берем вот эту вот студию которая вытянута прям вот как колбаса длинная понимаете и окно в торце ну то есть я покупаю клубный дом я хочу красивую комфортную квартиру она у меня вытянута и с одним единственным окном в торце ну то есть она будет просто напросто темная понимаете это так происходит потому что если дом не жилой то есть апартаменты то то там нету никаких требований по инсоляции а инсоляция это освещение дневным солнечным светом так вот то что у вас будет темно в конце вот этой колбасы всем в общем-то плевать потому что закон этого не требует вот такая вот особенность на что еще обратил внимание что бросается в глаза здесь заявляется что фишка этого проекта панорамные окна окей панорамные окна но во-первых панорамных окон здесь как таковых нет здесь обыкновенные окна и только в угловых частях этого здания которые кстати обращены друг другу есть ну как бы панорамные окна почему как бы да потому что вместо того чтобы действительно сделать панорамные окна для того чтобы открыть красивые виды здесь зачем-то в углах воткнули колонны которые весь этот вид портят второе это переплет окон то есть это не какие-то большие остекленные поверхности сквозь которые вы видите прекрасный город нет это вот такая вот решетка из импостов это оконные рамы чтобы вы понимали тоже это не выглядит как бы очень-то хорошо ну да площадь остекления большая но как-то зачем столько много решеток то опять это навевает мысль каких-то голливудских фильмах ну вы поняли в общем ну и последнее вот эти панорамные окна бог с ним со столбами бог с ним с этим переплетом но здесь спальня ребята вот в этих квартирах с панорамными окнами спальни две кровати и вместо того чтобы любоваться каким-то красивым видом в панорамное окно что я вижу я вижу соседа потому что он напротив меня ребята в чем смысл панорамных окон я не очень понял у меня сложилось впечатление что это просто ради фасада ну вот давайте сделаем такой красивый фасад а там уж как нарезка квартир получится ну так и получится но собственно так и получилось то есть вот я лежу сплю глаза открываю вот у меня окно привет сосед что делаешь сегодня утром вот какая-то такая история в общем что касается вот этого заявления о том что это апартаменты это супер жилье свободные планировки панорамное остекление что-то мне кажется что это какой-то фантик который не совсем соответствует действительностью но это мое мнение друзья а вы напишите в комментариях может быть я и ошибаюсь у вас совершенно другой взгляд на этот дом но особенно тот кто в тюмени съездите посмотрите потом мне напишите прав я или не прав что касается внешнего вида то дом из кирпича плюс остекление и если смотреть на эту архитектуру но я бы не сказал что это прям какой-то прорыв но то есть это совсем не прорыв это что-то обыденное обыкновенное ну да немножко стекла добавили с кирпичом перемешали а в чем фишка то собственно говоря чё так как-то заявлять об этом что это какой-то там супер дом с каким-то супер атриумом но обыкновенное остекление сейчас так большинство строит но атриум да да по мне так вы бы его вообще лучше не делали потому что смотришь наверх этот тюрьма какая-то но по ощущениям то точно за этими вот решетками зачем так сделано непонятно что касается квартир их очень много на этаже опять же на мой взгляд всего лишь один лифт 10 квартир и с другой стороны 1 лифт и 10 квартир хорошо что хоть еще не 24 этажа воткнули а всего лишь 9 но спасибо и на этом при этом цена цена ребята но на мой взгляд все-таки кусача квартира там 37 метров с такой стоимостью ну как бы может быть лучше и смотреть жилую недвижимость а не апартаменту но опять же это мое мнение вы можете как-то совершенно по-другому думать на этот счет вот такое первое впечатление у меня сложилось об этом клубном доме вивальди в городе тюмень друзья пишите что вы думаете по этому поводу какое впечатление у вас где ошибся где я не прав ну а в следующих видео я разберу несколько планировок из этого комплекса жилого если можно его так назвать поэтому подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк ну и всем пока грамотно выбирайте квартиры да прибудет с вами муза